Девушки отдыхают Но верно ли, что то, что невозможно для нас, невозможно для всех? Сегодня мы докажем, что способности человеческого мозга безграничны. Что самое удивительное, что есть на планете, это человек. Сегодня вы встретитесь с настоящими супергероями. Добро пожаловать на канале «Россия» Большая премьера. Удивительные люди! Это необычное шоу талантов. Здесь не будет просто одаренных или усердных. Среди наших участников только те, чей мозг работает в уникальном режиме. Только те, кого можно назвать удивительными людьми. 48 людей с необычными способностями приехали к нам со всей страны и даже из-за рубежа. Впереди нас ждет 6 выпусков, в каждом из которых мы увидим 8 участников. Но только один из 8 попадет в финал. И уже там восьмерка лучших выяснит, кому достанется кубок проекта. И наш главный приз – миллион рублей на осуществление своей мечты. Способности наших участников абсолютно разные. Поэтому приз получит тот, кто сильнее всех удивит зрителей в студии. Ну а помогут зрителям определиться с этим нелегким выбором наши звездные гости. Знаменитая теле- и радиоведущая Ольга Шелест. Звезда проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Хореограф Евгений Папунаишвили. Абсолютная чемпионка мира по боксу. 22 боя, 22 победы. Непобедимая Наталья Рогозина. Порой в нашей студии будут происходить вещи, выходящие за рамки нашего с вами понимания. Научную точку зрения на сверхспособности героев проекта мы всегда сможем узнать у нашего эксперта. Ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований. Кандидат биологических наук. Профессор Василий Ключарев. Ну а вас, уважаемые телезрители, я прошу быть готовыми к переменам. Возможно, после нашего проекта ваша жизнь никогда не будет прежней. Ведь сегодня вы узнаете, на что способен человек. Это новый проект на телеканале «Россия». Удивительные люди. Может ли человек в совершенстве владеть своим телом? В каждом из нас более шести сотен мышц и управлять каждой из них – это настоящее искусство. Нашей следующей героине всего 14 лет. Но она уже настоящая звезда мировой танцевальной сцены и человек, контролирующий свое тело с математической точностью. Меня зовут Таня Сманцер, мне 13 лет, я живу в Москве. Я умею гнуться во все стороны, и некоторые говорят, что мое тело без костей. Я пошла в театр танцев «Шелкунчик» исправлять осанку, были проблемы. Через год занятий я знала почти весь репертуар нашего коллектива, более ста номеров. Семь лет я уже полетела в Америку как русское чудо. Я совершенствуюсь, занимаюсь, участвую в разных конкурсах, соревнованиях. Я достигла мирового уровня, я 13-кратная чемпионка мира. Секрет моего успеха – трудолюбие. В будние дни мы занимаемся по 5 часов, а выходные – по 10. Я считаю себя удивительным человеком, потому что то, что я делаю, не каждый может. Идеальную память физических действий продемонстрирует нам Таня Сманцер. Чтобы испытать уникальную память тела нашей участницы, мы построили специальную конструкцию. Как вы скоро увидите, она пронизана лазерными лучами. Таня попробует запомнить расположение лучей и вслепую пройти нашу конструкцию, не задев, естественно, ни один из лучей. Вот такая задача. Первый этап. У Тани есть 2 минуты, чтобы запомнить, как расположены лучи. Тань, готова? Да. Время пошло. 5 секунд. Время. Я прошу подготовить Таню к выполнению этого испытания и завязать ей глаза. Таню, давайте руку. Не бойтесь, не бойтесь, пойдемте. Смотрите. До луча от вас приблизительно 40 сантиметров. Я опускаю вашу руку. И я ухожу. Таня Сманцер начинает прохождение коридора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Танис Мацер, удивительные люди! КОНЕЦ 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 Лихо! Господа! Я не представляю, как не ориентируясь в пространстве, можно так высчитать расстояние. Мне кажется, это невероятно! Вот именно с закрытыми глазами. Василий, скорее просто, в каких частях мозга находится та зона, которая отвечает, ну, например, за повороты, все ступеньки, все спуски, за пространственную память? В глубине нашего мозга, в височных областях, находятся такие маленькие, очень интересные структуры в виде морского конька. Называется гиппокам, по-латыни это морской конек. И они отвечают как раз за ориентацию в пространстве и за память в целом. Мне кажется, что было замечательно. Я просто восхищен. Пожалуй, мое экспертное мнение. Прекрасная оценка. Наташа. А, Татьяна, я, конечно, не представляю, как вы это все делаете. Я бы, конечно, смогла, но смогла бы на ринге завязать глаза и поработать одной левой джебом или одной правой прямым. Но так, как вы сделали под лучами закрытыми глазами, это вообще невероятно. Ну, честно. Ольга, ну у вас лицо-то серьезное. Мы с Таней идем грабить банк. Понятно, понятно, принято. Спасибо всем звездам, нашим гостям, за их комментарии. Спасибо большое, Таня, за красивое, произведшее на нас большое впечатление выступление. Спасибо большое. Это «Удивительные люди», проект, который доказывает, что супергерои живут среди нас. Давайте продолжим удивляться. Ну, а сейчас в этой студии появится девушка, которая не только обладает уникальной памятью, но и готова доказать, что каждый из нас способен помнить все. Меня зовут Гайне Курятова. Мне 26 лет. В школе я решила улучшить свои знания английского языка и пошла в Центр дополнительного образования. Там был новый на тот момент предмет – техника умственной работы. Мне было интересно узнать, как работает моя память, как я могу научиться лучше запоминать и как я могу научиться больше запоминать. В какой-то момент я поняла, что я знаю столько всего интересного, что мне очень важно передавать эти знания и делиться ими. Поэтому это привело к тому, что я стала преподавателем мемотехники. Соответственно, моя главная задача – научить детей запоминать лучшее, запоминать любую информацию, превращать информацию в образы. Недаром говорят, что вся жизнь театра – люди в нем актеры. Я думала о том, чтобы поступать на актерский, но оказалось для меня более важным занятие, где мой мозг будет работать максимально. Поэтому это привело к тому, что я стала преподавателем мемотехники. Я стараюсь сделать из каждого моего занятия маленький спектакль. Даже антракты, которые есть в театре и обязательно должны быть в уроке, у нас они проходят в виде игр, в виде чего-то развивающего. И сегодня у меня появилась возможность выйти на большую сцену и продемонстрировать, на что способен человеческий мозг. Встречайте «Человек-компьютер» ГНЭ Курятова! АПЛОДИСМЕНТЫ ГНЭ, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть. Давайте вы расскажете телезрителям, чем вы вообще занимаетесь. Вы кто по профессии? Я преподаватель мемотехники. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть вы владеете методиками, которые описаны, возможно, в каких-то разных книгах. Вы книги прочитали, сами освоили. Зачем это вам? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы знаете, это очень приятно, когда вы читаете книгу, потом вы ее можете пересказать через какой-то долгий период времени. Это приятно, когда вы не обращаетесь к каким-то дополнительным записам. Понимаю, понимаю. Ну вот сейчас многочисленные ученики ГНЭ поймут, на что действительно способен их учитель. Мы начинаем испытания для ГНЭ Курятовой. АПЛОДИСМЕНТЫ На этой сцене вы видите 50 шахматных фигур, 25 белых и 25 черных. Для начала завяжем глаза ГНЭ. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, я попрошу вас перемешать белый с черным в любом порядке, но ставим на те же места, чтобы вот эта красивая дуга сохранилась. Прошу вас, займемся делом, господа. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже решил поучаствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот так вот. Сейчас вот я гениально поменяю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГНЭ, правда интересно слушать что здесь происходит? Да, особенно с учетом того, что я почти ничего не слышу. А, то есть вы не только не видите, но и не слышите? Вас хорошо слышу, остальных нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас у ГНЭ, когда мы развяжем ей глаза, будет две минуты для того, чтобы запомнить последовательность белых и черных фигур. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас у ГНЭ, когда мы развяжем ей глаза, будет две минуты для того, чтобы запомнить последовательность белых и черных фигур. ГНЭ, прошу вас снимайте повязку. АПЛОДИСМЕНТЫ Выходите. Время пошло, прошу вас. А теперь тишина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Черный, белый, белый Белый, черный, черный Белый, черный, черный Белый, черный, белый Белый, черный, черный Черный, белый, белый Стоп Блин Жалко, как жалко Кене, снимайте повязку Но я вам хочу сказать, это потрясающе, правда Чуть-чуть, а 10 Осталось 10, 10 Можно я их до конца назову? Да, давай Давай, 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 10 До конца Наверное, там все-таки был белый, белый, черный Но я вот точно не помню Допустим, тогда продолжайте Дальше был белый, черный, черный Белый, черный, черный Белый, белый Молодец Молодец Это, это удивительно Оль, можете что-нибудь сказать? Ну вот это правда удивительно Скажите формулу, как это делать, как это запомнить? Я просто не могу себе представить Я сейчас пыталась, но я дальше седьмой фигуры продвинуться не могу Это просто какой-то Ну класс, правда Это удивительно Это удивительно, да Наташа, ваше впечатление? Я скажу честно, Гайне, я сидела, переживала Осталось всего лишь каких-то 10 Я вот до последнего сидела, держала тебе кулаки Евгений Вот то, что сейчас я лично увидел, для меня это просто единственная эмоция, невероятное удивление Как такое возможно? Браво! Спасибо Как же возможно такое, Василий? Кажется, Шерлок Холм сказал, Ватсонова, вы видите, но не наблюдаете Вот научиться наблюдать и видеть закономерность там, где ее кажется нет Самое замечательное, что Гайне не только может это сделать, но может научить других И большинство здесь присутствующих, несмотря на вот этот какой-то ужас немой перед происходящим Может этому научиться в любом возрасте И это фантастика, да? Насколько мы пластичные Вот это совершенно замечательно Огромное спасибо Гайне, вам аплодисменты Это правда было невероятно здорово Напомню, в нашем проекте самого удивительного человека выбирают зрители В конце выпуска нас ждет голосование в студии, по итогам которого мы узнаем, кто из участников пройдет дальше Впрочем, у наших почетных гостей тоже есть одна путевка в следующий этап Но вот кому она достанется, мы узнаем только в последнем выпуске первого отборочного тура Ну а сегодня дальше пойдет только один, это «Удивительные люди» Мы продолжаем Спасибо Наш участник точно заслужил звание «Удивительный человек», даже если бы не обладал сверхспособностью За его плечами служба в горячих точках, на груди медаль за отвагу А в глазах фантастический дар стереоскопического зрения Я Евгений Дубин, мне 38 лет Я работаю в компании по организации мероприятий Руковожу фото-видеоотделом Ежедневно я просматриваю большое количество фото-видеоматериалов Я обладаю уникальным стереоскопическим зрением Могу видеть то, что не видно обыкновенному человеческому глазу У этого явления даже нет какого-то отдельного названия Потому что стереоскопическим зрением обладают все люди, имеющие два глаза А это нечто другое Эта способность представляет из себя умение смотреть автономно каждым глазом на отдельное изображение Остальное делает мозг Это очень похоже на то, что делает хамелеон своими глазами Он делает это от рождения Человеку от рождения такие возможности не даны Но можно делать нечто похожее Я могу мысленно накладывать два различных изображения одно на другое И видеть даже мельчайшие отличия, которые незаметны обыкновенному глазу Воспроизвести этот навык могут только специальные компьютерные программы Служил в горячей точке Там я довольно неплохо стрелял Награжден медалью за отвагу Способность стрелять Она как-то была связана с моим хорошим зрением, возможно Возможно, вот именно с тем, что у меня глаза видят как-то по-особенному Я, получается, вот такой вот живой человек с суперспособностью Встречайте, Евгений Дубин Добрый день, Евгений Евгений утверждает, что способен воспринимать два изображения одновременно Давайте узнаем, так ли это Настало время испытания Итак, перед нами два абсолютно одинаковых панно с пиксельным рисунком Вот они у меня за спиной На каждом из них 17 тысяч пикселей Евгений, прошу вас, посмотрите, пожалуйста, на наше панно Есть ли какие-то различия или одинаковые Они выглядят одинаковыми Я попрошу Евгения отвернуться Ассистенты завяжут ему глаза Я попрошу помочь мне одного из звездных гостей Прошу вас, завязывайте глаза нашему гостю А я отдам, ну, например, Ольге Оль, идите сюда Что вы мне отдадите, Александр? Я отдам вам вот эти маленькие три квадратика Ну, в общем, собственно, это размер тех пикселей, которые у нас на экране Вы произвольно можете ими заменить, ну, как бы наклеить сверху Любые три пиксели вот на этом панно Ага Прошу вас Помощь нужна? Да нет, я надеюсь, справлюсь То есть любую-любую Ну, то есть получится так, что на правом панно возникнут изменения Изменения в трех крошечных пикселях А Евгений потом попытается... А Евгений одним взглядом на два панно сможет сказать, где произошли изменения Просто на любой квадрат Ну, аккуратненько, да, хорошо, хорошо Так, угу Вообще, на самом деле, я помню, в детстве когда-то были картинки Это книжки такие с двумя картинками Нужно было смотреть какой-то точкой между этими картинками И было написано, что если смотреть долго и внимательно, то, ну, среди собачек появится ослик Я пробовал, ослик не появлялся Вот, что сейчас будет, мы посмотрим Так, остался один еще Пиксель Третий А вы хоть сами помните, где, в каких местах вы это все делали? Да, я вижу, один вижу А я должна была это запомнить А что же вы раньше не сказали? Надо будет проще проверять тогда Будем полагаться, что Евгений Найдет, да Даст нам подсказку Оль, вам аплодисменты Если что-то надо будет приклеивать, обои, например Я знаю, куда звонить Все, гениально Садитесь, вам аплодисменты Теперь я попрошу Евгения снять повязку Евгений, снимайте Евгений, по моей команде вы сможете повернуться Сравните картины и скажете, где, собственно, наклейки Да, Евгений, готовы? Да Прошу вас, поворачивайтесь Я поставлю указку, ну, как-то приблизительно в центр В центр произведения А вы будете говорить, куда двигать Где, где что Я, наверное, мешаю У меня после повязки пелена на глазах Первая наклейка Куда? Влево, вправо? Так, сейчас, секундочку Плохо вижу саму указку Правее Ой, прости, левее Вниз Секунду Указку не вижу Видно, к сожалению Убрать указку? Как вам удобнее? Нет, нет, не убирайте Она тонкая, она расплывается Я другим концом Так Хотите пальцем? Нет, секундочку Правее Еще правее Еще правее Стоп Это она или куда-то дальше двигается? Нет, 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 пока еще Дальше навигация На пару элементов вниз На два элемента вправо На один вниз Это она? Это она? Она. И я проверяю, подождите, чтобы не брать указку. Да! Вот. Вот я снимаю желтую наклейку. Вторая наклейка. Куда? Правее. Еще правее. Еще на десяточку правее. Выше тоже где-то на десятку. Еще немножко, стоп, пока сейчас я скорректируюсь. На одну левее. По-моему, она. Проверяю. Это действительно она. Я снимаю белую. Осталось найти третью наклейку. Осталось найти третью наклейку. Говорите Простите, мне нужно проморгаться Третью я Пока не вижу Можно вас попросить отойти правее? Евгений, может надо дух как-то перевести? А? Видимо, да Поддержите участника Поддержите Евгения Из трех наклеек мы нашли уже две Мы Мы это, Евгений А сыграет роль, если подсказать, цвет? Евгений, вам важен цвет? Нет Евгений, я возвращаюсь к панно Назовите мне где Измененный Новый пиксель Не вижу, мне кажется Нет Совсем пелена на глазах Все, считаю до трех Один Два Три Нужно признать, что Евгений Дубин Не нашел третий пиксель Жаль Е-е-е, браво! Молодец! Жень, не расстраивайтесь Это все равно было удивительно Попытаемся сейчас найти третий Оль, покажете? Да, вот она Да, да, да Да, да, да Вам аплодисменты Удивительные люди Ольга Шелест, которая возвращается в свое место И Евгений Вам аплодисменты Мне немного обидно, что Евгений не нашел третью наклейку Но нашел две Я просто даже не представляю Какая технология И как бы мы тут какими научными терминами не разбрасывались Я все равно никогда не пойму И мне просто еще хотелось бы отдельно просто пожать вам руку И как герою Вообще настоящему герою пожить Нет, действительно, это была удивительная история Удивительная Что происходило, Василий? Мы все пользуемся с вами таким трехмерным бинокулярным зрением Мы знаем, что между глазами у нас примерно 5-7 сантиметров Немножко различающиеся изображения приходят в оба наших глаза И мозг совершает такой маленький трудовой подвиг Объединяет их в трехмерное изображение Теоретически, если сфокусировать зрение То можно совместить эти изображения Как если бы это был один и тот же квадрат Наложив их друг на друга А вот измененный участок Вы видите в другом цвете Он становится, не знаю, там, он пульсирует Он пульсирует Пульсирует Пульсирует, да Пульсирует, а этот не пульсировал Третий Он пульсировал, но слабовато, видимо, для меня Вам аплодисменты А Наталья? Я скажу, что если Я тут буду стоять сутки, двое Я вообще ничего не найду У меня уже все тут репит Но это круто Оля? Даже если бы это был один кусочек Этот маленького пикселя И Евгений его нашел Для меня это уже Найти иголку в стоге сена Это просто невозможно Спасибо вам большое Это было здорово Правда, здорово Это вообще А я напомню В нашем проекте Звездные гости Могут лишь повлиять на мнение публики Ведь именно зрителям в зале Предстоит в конце передачи Выбрать тех, кто достоин идти дальше Это удивительные люди Мы продолжаем У нашей следующей героини Целых две уникальных способности Первая Она потрясающе танцует И именно с танцами связан ее второй дар Наша участница так любит свое искусство Что может определить стиль хореографии Только лишь по звуку шагов на паркете Меня зовут Ариничева Ольга Мне 33 года Я родилась в городе Екатеринбург Я специалист по связям с общественностью Все считают, что я талантливый танцор А я считаю, что танцы – это вообще моя жизнь Я танцами начала заниматься Тогда, когда, казалось бы, Ими невозможно заниматься Когда мне было 18 лет, я попала в автомобильную катастрофу И с тех пор передвигаюсь в инвалидной коляске Я думала, что это приговор В какой-то момент мне попался нужный человек в жизни Который сказал, что хорошему танцору не мешает ничего Мы с ней вместе по крупицам собирали ту мечту Которая, казалось бы, на тот момент разрушилась Я могу себя назвать счастливым человеком У меня есть любимый человек У нас скоро будет ребенок Добрая, отзывчивая девушка Очень красивая, что прежде всего Меня и поразило в ней И я в нее влюбился У меня будет дочка И мне хотелось бы вместе с ней Идти, расти дальше Может быть, она будет каким-то мировым известным танцором И если мой пример будет для кого-то стимулом Для продолжения жизни То я буду этому очень рада Я очень горжусь Олей Очень люблю ее Буду поддерживать в этом проекте И желаю ей победить В проекте «Удивительные люди» Ольга Ариничева Оля, здравствуйте Скажите, как вы к нам добирались? Одна? Нет, с мужем Как зовут мужа? Ринальдо Ринальдо Здравствуйте Наша участница уверена Что сможет угадать стиль танца на слух По звуку шагов танцоров Давайте проверим, так ли это Начинаем испытание Для Ольги Ариничевой Я прошу подготовить участницу к номеру И завязать Ольге глаза Чтобы она не видела Какие именно танцы Ей предстоит угадывать Я хочу обратить ваше внимание на то Что у Ольги наушники В этих наушниках она будет слышать Звук шагов танцора И я приглашаю в студию наших танцоров Все они занимались разными стилями и направлениями Это чемпионы России, победители и призеры мировых первенств Постоянные участники шоу «Танцы со звездами» Я прошу министра танцев и ча-ча-ча Российской Федерации Евгения Попунышвили Прошу вас, идите сюда Именно Евгений будет в произвольном порядке Указывать на тех танцоров Которые должны выйти на паркет следующими Итак, если все готовы, мы начнем Евгений, прошу вас, выбирайте танцора Спасибо, браво, Ольга Мне показалось, что иногда вообще не были слышны шаги Так легко танцует эта пара Вы угадали танец? Может быть, это ча-ча-ча? Есть! Это ча-ча-ча Михаил Щепкин, Татьяна Жилкина, ча-ча-ча ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы продолжаем испытание Ольги Евгений Прошу вас Ольга, вы услышали, что это был за танец? Я надеюсь на это Итак, ваша версия Лизгинка Абсолютно точно! Абсолютно точно! И ее танцевал Казбек и Ристов Спасибо ему огромное! Браво! Мы продолжаем испытание Ольги Евгений Я прошу вас Браво! Спасибо! Я не понимаю, чем этот танец по звуку шагов отличался от ча-ча-ча Честное слово Ольга, ваша версия Посадобль Нет, это был не Посадобль Это была Сальса Антон Старцев, Инна Свешникова Сальса Это наверняка ВехаLED Ольга, вы думай, что-то Сейчас Esto клавиш Рез' перевож Majра Это каждый поints Спасибо. Евгений, прошу вас. Четвертый танец. Блестящий. Оля, как вы думаете, что бы это могло быть? Это «Яблочко». Точно! Илья Таран, Андрей Лепатов «Яблочко». Спасибо большое. Евгений, прошу вас, выбирайте. «Полная тишина». Ольга, есть догадки? Я думаю, что это... Может быть, это «Пасадобль». Это «Пасадобль». Евгений Раев, Полина Шваб. «Пасадобль». АПЛОДИСМЕНТЫ Пока только одна ошибка из пяти танцев И Евгений выбирает следующий танец Браво, спасибо, Оля Бесшумный танец, абсолютно бесшумный, на мой взгляд Абсолютно Версия Это был... Медленный вальс Это был медленный вальс, абсолютно точно Виталий Сурма, Наталья Прохоренко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо большое! Мне показалось, что это невероятно трогательно И аплодисменты Ольге, потому что она блестяще справляется со своим испытанием Евгений, прошу вас Ух, это было необыкновенно Версия Ольги Это был рок-н-ролл, блестяще! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это ирландский танец Абсолютно точно! Абсолютно точно! Татьяна Корчевцева, Наталья Закускина Ирландский танец Спасибо, танцы, Ларон! Спасибо большое, Жене, за помощь! Вот что это за вид памяти? Это память звуков, это память... Василий, что это? Здесь не только память, но еще и восприятие Вот из учебника в учебник Кочует идея, что мы по отдельности воспринимаем звуки и изображения На самом деле мы понимаем, что это не так Наш мозг очень умеет смешивать все это И это трудно разделить Движение, звук, мелодию, ритм И в этом смысле для изучающего мозга это невероятно красиво Нет, здорово, здорово! Наталья! Были два сложных танца, которых не было вообще слышно вообще Да-да-да Поэтому, ну, реально круто Круто, правда Оля Ваши ощущения? Оля большой молодец, конечно И очень здорово, что она не оставляет свое увлечение Вообще все Оли крутые Что я вам буду рассказывать? Спасибо большое! Спасибо большое Ольке! Огромное спасибо всем танцорам! Это было здорово! Это большая премьера на телеканале России Удивительные люди Впереди нас ждет еще несколько поразительно одаренных участников Давайте продолжим Все мы знаем, что Италия похожа на сапог Англичане утверждают, что их остров напоминает дракона А французы видят в своих границах образ единорога А вот узнаете ли вы контур нашей страны? А вашего региона? А если перевернуть? Меня зовут Мирослав Аскирка Мне 8 лет Проживаю я в селе Малая Джалга Многие говорят, что я мутеркин Но я просто люблю учиться Мне нравятся многие предметы Биология, история У меня сенциклопедии и микроскоп Но больше всего я люблю географию Еще в 4 года я знал все страны и все столицы мира Малайзия, столица Куала-Лумпур Граничит с Колумбией, Брунеев, Индонезией Когда я представляю страну Мне кажется, что я по ней путешествую Я мечтаю побывать на Камчатке Там такие красивые гейзеры И еще на Байкале И в Объединенных Арабских Эмиратах Там самый большой аквариум в мире И очень красивая насыпь Мир Когда я окончу 4 класс Я просто мечтаю поступить В президентский кадетский корпус В городе Ставрополь Я в себя верю Я очень талантливый Ну, я так думаю Когда я одержу победу В конкурсе «Удивительные люди» Я куплю брату квартиру И у папы в этом году юбилей И отвезу его в Дубай Наш следующий герой Человек со спутниковым зрением Восьмилетний Мирослав Аскирка Здравствуйте Здравствуйте Мирослав Аскирка Хорошо Александр Гуревич Очень приятно Ты хорошо учишься в школе? Ну, отлично Правда, отлично? Да Блестяще И вот теперь для тебя Следующее испытание Мирослав утверждает Что способен узнать Любую страну По ее очертаниям Давайте проверим Так ли это Пришло время испытания Мирослав Прошу вас Первый этап На экране сейчас появятся Контуры всех стран мира Нажатием кнопки Я наугад выберу 5 из них А Мирослав попробует Назвать очертания Какой страны мы видим Мирослав Готов? Да Начинаем Азербайджан Столица Баку Это Азербайджан Действительно Столица Баку Определенно Поехали дальше Что это, Мирослав? Куба Столица Гавана Абсолютно точно Уже два из двух Угаданных ответа Продолжим Итак, Мирослав Нидерланд Столица Амстердам Это действительно Нидерланд Уже три из трех Следующий Что это? Филиппины Столица Манила Думаю, что это так и есть Вьетнам Ханой Не торопись Дай мне хотя бы спросить тебя, Мирослав А мы продолжаем Второй этап испытаний Задание мы усложним Сейчас я опять с помощью кнопки Выберу пять контуров разных стран Но на этот раз Они будут перевернуты Поехали Что это? Афганистан Столица Кабул Это Афганистан Продолжим Бенин Столица Портланова Он правда гений Но вот честно Давайте проверим Это действительно Бенин Продолжаем Мирослав Латвия Латвия Столица Рига Проверим Перу Столица Лима Это действительно Перу Аплодисменты Мирославу Пока безошибочно Продолжаем Пятое испытание второго этапа Что это, Мирослав? Сейчас От волнения Распереживался Сейчас Забыл Чили Столица Сантьяго А ну проверим Это действительно Чили Удивительные результаты Это еще Не все Третий этап Испытания для Мирослава Выглядит следующим образом Участник будет угадывать Не страны А регионы России Более того Я попрошу Мирослава Не только назвать Регионы Контур которых Перед нами Но и Те регионы Которые находятся По соседству Мирослав готов? Мы начинаем Третье испытание Поехали Мирослав Адыгея Столица Майкоп Граничит С Краснодарским Краем Проверим Так ли это Ну действительно Действительно Это так Мы продолжаем Мирослав Карелия Столица Петрозаводск Граничит С Финляндией Мурманской Областью Еще с Вологодской Областью С Архангельской Областью И с Ленинградской Областью О класс какой А проверим Так ли это Мирослав Карелия Столица Петрозаводск Проверим Так ли это Республика Карелия Петрозаводск Бурманская Область Архангельская Область Ленинградская Да Да И Вологодская Ну что ж Пока ни одной ошибки Мы продолжаем Мирослав Краснодарский Край Столица Краснодар Граничит С Адыгеей Столица Майкоп Абхазии Столица Сухум Ставропольским Краем Столица Ставрополь Ростовской Областью Ростов-на-Дону С Карачаева Черкесия Черкесск И через Керченский Пролив С Республикой Крым Симферополь Потрясающе Наслаждай Мирослав Чем ты занят Ближайшие два года Я выкину свой навигатор Из машины Ты будешь ездить со мной Мирослав Ты согласен? Да Спасибо тебе большое Ну ладно Мы продолжаем Ленинградская область Санкт-Петербург Граничит с Карелией Петрозаводск Вологодской Вологда Новгородской Великий Новгород Псковской Псков Эстония Столица Таллинн И Финляндия Столица Хельсинки Давайте проверим Да Да Это Ленинградская область Мирослав Аскирка Аплодисменты ему Иди сюда Ты большой молодец И эти аплодисменты тебе Ну что скажете? Действительно Браво И большой молодец Я объездила В силу своей профессии Практически всю нашу страну Но даже я конечно же Не могу По контуру карты Узнать регион Тем более назвать всех соседей Мирослав К нашим услугам Он согласился два года Ездить со мной Нет проблем Это очень здорово Каждый бы из нас знал Так свою страну Как пять пальцев получается Браво Да это правда Это здорово Наталья Я могу сказать честно Молодец В таком возрасте Правильно ты все знаешь Выучил Так держай Классно Правда Так держай Слушайте Вот давайте даже сейчас Эксперимент Мирослав Можно еще один эксперимент Готов? Силы остались? Да Давай попробуем так Наши звездные гости Сейчас будут называть страны А ты будешь говорить столицу Без проблем Серьезно без проблем? Да Я просто не знаю Какие страны знают наши звездные гости Василий Любую страну Гватемала 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 Столица Гватемала Наталья Эфиопия Столица Адисабеба Евгений Грузия Столица Тбилиси Это правда Ольга Ольга Буркино-Фасо Столица Оагадугу Ну супер Ну просто супер Я Вы не видели Я когда кнопку нажимал Я поглядывал на Мирослава Он когда вспоминает Он глазами водит То есть прям как будто Ты карту видишь перед собой Да Ну потрясающе Тебе опять аплодисменты Ты большой молодец Большой молодец Ну что ж Восемь участников Но только один Пройдет сегодня финал Кто именно Узнаем совсем скоро Это Удивительные люди На канале Россия Продолжим Скажите честно Вы когда-нибудь Засыпали в филармонии Нет Я не спрашиваю Были ли вы там Уверен Нас смотрят Интеллигентные люди Ученые утверждают Что желание Вздремнуть Под классическую музыку Рождается не от скуки Просто в какой-то момент Мы теряем концентрацию И прекрасные произведения Превращаются В монотонный Усыпляющий гул Это может случиться С каждым Но не с нашей Следующей участницей Меня зовут Казакова Дарья Мне 25 лет Я из Москвы У меня удивительный Абсолютный слух И это позволяет мне Вычленять из всего произведения Отдельные вокальные партии И инструментальные партии На последнем курсе Института театрального Мы сделали Вокальный проект Акапельный хор И я открылась для себя С другой стороны Даша уникальный человек Когда мы начали работать вместе Мы все по образованию актрисы Ну конечно мы все умели петь Но по сути музыкантами Никогда не были Но за этот год Мы сделали достаточно успешный проект Все бы этого не было Если бы не Дашь музыкальный талант Есть у меня одна страсть Это страсть к преодолению себя И каждое утро я занимаюсь бегом Я ни на секунду не расстаюсь с музыкальным материалом Постоянно слушаю в наушниках музыкальные произведения Это помогает мне перестроиться Определить какие-то новые цели, задачи Как-то помогает творчески тоже новые планы построить Мне кажется, что я уже готова к тому Чтобы показать окружающим, на что я способна Я целеустремленный человек, амбициозный И сегодня я покажу то, что умею Удивительный человек, способный слышать частное В общем Дарья Казакова Здравствуйте Даша, здравствуйте Ну что ж, давайте перейдем к испытаниям Наша участница утверждает, что слышит каждый инструмент в ансамбле Давайте узнаем, правда ли это Испытание для Дарьи Казаковой Дарья, прошу вас, займите красное кресло Наш оркестр прямо сейчас на ваших глазах Исполнит знаменитую песню Александра Зацепина и Леонида Дербенева Звенит январская фьюга Дарья будет внимательно слушать Прошу Дарья, прошу вас, займите красное кресло Дарья, прошу вас, займите красное кресло Дарья, прошу вас, займите красное кресло Спасибо большое Теперь смотрите, что будет происходить дальше Мы завяжем Дарье глаза и развернем ее кресло То есть она гарантированно не будет видеть оркестр Пока Даша завязывает глаза и отворачивает кресло Я попрошу Наталья, можно вас? Идите сюда Смотрите, вы беззвучно, но каким-то жестом, но хоть пальцем ткните В любого музыканта оркестра И этот музыкант перестанет играть А оркестр будет продолжать Даша нам потом расскажет, какой музыкант был выключен из исполнения Значит, давайте посмотрите на музыкантов Посмотрите на них Вы можете махнуть рукой в сторону любого музыканта Так, это первый Отлично, спасибо большое Третий Прецедент на молчание Да, конечно Сейчас, секундочку Остальных всех слышно, извините Что у вас в руках? Ага, я все понял Спасибо большое Наталья, это блестящий Вам аплодисменты Можете вернуться в кресло Спасибо вам большое Мы готовы Дарья все слышит, но ничего не видит Маэстро Прошу Дарья все слышит, но ничего не видит Очень сложно Очень сложно Вот это легко Не хватает звучка такого, знаешь Это да А это как определить Скрип, я не понимаю Эх, а ведь так тоже очень красиво Спасибо, очень красиво Очень красиво Спасибо большое Последовательность действий следующих Прошу вас Верните оркестр в первоначальное положение Дарья Дарья Снимайте повязку А теперь О одному музыканту Называйте эту четверку Которая не играла Бубен Это означало, что Правильный ответ Бубен Следующая версия С бубном мы разобрались Теперь кто? Флейта Второй инструмент, который не играл Это флейта Правильный ли это ответ? Это неверный ответ Я сожалею Но тем не менее Одна правильная попытка Одна нет Дарья Третий инструмент, который даже в взгляд не играл Труба Труба не играла Правильный ли это ответ? Это еще одна ошибка Четвертая попытка Скрипка Правильный ли это ответ? Этот ответ правильный Ну что ж Два из четырех Дарья Казакова Проект Удивительные люди На канале Россия Даша Идите к нам сюда Узнаем мнение наших звездных гостей На самом деле я объясню, что произошло Во всем виновата Наталья Если честно, я хотела запутать Дарья Ну вам это удалось Да, удалось Потому что если бы вы какие-то солирующие инструменты выбирали Или там, не знаю, бас-гитару Барабанщика Человека с бубном Да, я Это было хорошо А вы там по скрипачам пошли И ну что? Ну извините, Дарья Ну и уникальная девушка Спасибо Просто может быть немножко Немножко не повезло Василий Есть ли место науки В нашем эксперименте? Это редкий дар В зависимости от страны И области Один на 10 тысяч человек Один, может быть, иногда один на 100 Кто может хорошо Слышит музыку? Слышит музыку? Любопытно, что больше людей с абсолютным слухом Например, в некоторых восточных странах Потому что там используют тональную речь Где тон играет важную роль в коммуникациях И там таких людей больше Что скажете, Ольга? Я как человек, у которого отсутствует слух напрочь Я услышала, что не хватает бубна Отлично Вы тоже можете принять участие в следующих съемках Я подумываю об этом Мы доставили большое удовольствие Евгению Он танцевал Это его обычное состояние Такой навык Просто вот Я бы очень хотел, чтобы у меня Хотя бы приблизительно Вы дружите с Дашей И мы оркестр попросим содержаться Будете потом отгадывать И оркестру отдельное спасибо Мы получили удовольствие Невероятно Спасибо оркестру Это правда Это правда Спасибо большое Это была Дарья Казакова В проекте Удивительные люди На канале Россия И мы продолжаем Браво! Нейрофизиологи утверждают 70% нашего впечатления о новом месте Человеке или явлении Формируется за счет запаха С помощью обоняния мы познаем мир Ничуть не меньше, чем посредством зрения Или слуха Но может ли человек пользоваться этим чувством Так же виртуозно, как животное Использует свой нюх Я Александр Трифонов Мне 47 лет Я живу в Москве У меня есть удивительные способности Я могу отличать множество различных ароматов Композиций, духов Моя профессия Сомеле Милиароматов Называется эволюатор Я эксперт в ароматических композициях И подбираю их для наших клиентов Ароматы интересовали меня с самого детства Когда я прочитал книжку об известном парфюмере После этого заболел всей этой историей Связанной с производством духов У меня была хорошая работа, карьера Я все бросил И уехал учиться во Францию на целый год Мое обоняние в повседневной жизни мне помогает Например, можно выбрать продукты Когда учился во Франции Я очень долго и упорно пробовал различный сыр С помощью обоняния И я заметил такую закономерность Что если я его выбираю Какая-нибудь француженка стоящая Рядом покупала именно этот сыр Раньше я был относительно спокойным человеком А сейчас мне захотелось чего-то более экстремального Я решил сделать себе такое испытание Выйти немножечко из зоны комфорта И пошел в мотошколу И получил права на мотоцикл Теперь я могу сказать Что запах адреналина и скорости Сал одним из самых моих любимых Проект «Удивительные люди» доказывает Возможно все В нашей студии человек-ищейка Александр Трифонов Приветствую вас Здравствуйте, Александр Здравствуйте Александр Трифонов Очень приятно Позвольте вашу руку Очаровать нам Очень приятно Евгений Наталья Очень женственно Спасибо Здравствуйте, Василий Здравствуйте Василий очень строг и практически ничем не пахнет Я знаю почему Василий пахнет наукой Бывает Все, достаточно? Да, достаточно, спасибо Присаживайтесь Александр Прошу, вы займите место Теперь в этом кресле Я попрошу Завязать Александру глаза Просто для того, чтобы он не видел Наши дальнейшие манипуляции Теперь каждый из наших гостей Кладет в этот футляр Какой-то свой собственный предмет Ну, по выбору Прошу вас Без лишних слов Все, положили? Отлично Что теперь будет происходить? Мы будем открывать футляры И предлагать Александру определить Кому этот футляр нужно вернуть Александр по-прежнему не будет видеть Что это за предмет Все это будет происходить вслепую Итак, начинаем испытание Первый футляр Я прошу отнести этот предмет Василию Василию Пока, пожалуйста, не открывайте их Второй предмет Прошу передать эту коробочку Наталье Наталье, прекрасно Третья коробка Спасибо Я думаю, то, что здесь находится Принадлежит Евгению И четвертая коробка Знаете, я предполагаю, что все-таки Я ошибся в предыдущем случае Я думаю, что вот этот предмет Принадлежит Евгению А предыдущий кому отдадим? Предыдущий, соответственно, я думаю, принадлежит Ольге Снимайте, пожалуйста, повязку, Александр Давайте проверим, насколько правильно Человек из шейка раздал футляры Василий, прошу вас Откройте ваш футляр Все верно Это... Это ваши часы Прекрасно, прекрасно Первое совпадение Наталья, прошу вас Это... Мое Это действительно, это пояс Натальи Евгения, ну открывайте, прошу вас Мое Это числи... Это... Ну понятно, дальше помада у Оли У меня вопрос Означает ли, что Евгений Расточает свои ароматы настолько далеко, что даже моя помада, которая лежала у меня здесь позади А вот, кстати, про эту ошибку, это здорово Ты не мог волнуть Евгения Или ты... Или ты трогал ее на катруге Скандал на программе Александр Наверное, энергетика Ольги, наверное, некий ее темперамент Сначала в моем сознании мог со жгучим темпераментом Евгения как-то смешаться Василий Смотрите, это действительно впечатляет Потому что считается, что люди обладают более худшими способностями, чем животные У нас, например, порядка, по-моему, шести миллионов клеток-рецепторов А у тех же собак более двухсот миллионов И люди обычно неплохо узнают присутствие запаха Но плохо различают запахи И в этом смысле, мне кажется, способность действительно уникальна Жень, ваши впечатления? Для меня это, ну, имеет просто невероятное значение Аромат, запах человека Ну, вот так, чтобы определить, запомнить запах, запомнить этот аромат И потом его... Ну, для меня это какой-то просто невероятный Теласик Вот так, аплодисменты Александру Аплодисменты вам, спасибо Спасибо большое Спасибо большое Это проект, раздвигающий рамки привычного Удивительные люди Мы продолжаем До свидания Спасибо Говорят, от голоса некоторых певцов разбиваются сердца От голоса нашего следующего героя разбивается не только сердца, но и посуда Так что, если у вас стоит ваза на телевизоре, лучше уберите ее Меня зовут Михаил Мелин, мне 24 года, я живу в Москве Я профессиональный актер, певец, играю в мюзиклах, работаю в театре У меня есть удивительные способности Однажды я заметил, что вибрации моего голоса отличаются от вибраций других людей Их можно ощутить на самом деле уже на физическом уровне И предметы могут резонировать вместе со мной Я иногда даже побаиваюсь, что будет, если я буду развивать этот талант в себе Но от одной мысли становится волнительнее На сцене Михаил Мелин Пришло время испытания для Михаила Мелина Прямо сейчас Михаил попробует разбить бокал силой голоса Какой вам больше нравится или наоборот не нравится? Я могу послушать? Да-да-да, конечно Вот этот все-таки Не случайно приготовлены очки Потому что я, например, не знаю, как будет разбиваться бокал Возможно, в требезги Очки защитят вас, прошу Спасибо Скажите, это будет одна нота или... Это будет одна нота Ну что ж, прошу вас, Михаил Смотри, соломинка резонирует Она скачет там внутри Можно попросить воды Воды, да, конечно Воды нашему участнику, прошу вас Вот уж я не мог предположить, что понадобится вода И гостям воды И всем воды Простите, Михаил, просто пить или какие-то другие затеи? Нет, нет, просто попить на самом-то деле Пить, хорошо В горле пересохло Понимаю Друзья, давайте поддержим Михаила, правда Но это дело нелегкое Колотить стаканы голоса А лопнет только стекло или барабанные перепонки? Нет, только лопнет стекло, надеюсь Но надо признать, что звук все равно уже неприятный И это говорит о том, что может треснуть Страшно Вот все-таки Очень Михаил, простите, мы тут хихикаем Ничего, это поддержка Если вы не возражаете, я бутылку пока спрячу В любую секунду по первому требованию Спасибо Спасибо Я был абсолютно уверен, что это невозможно Это удивительно Ну как так вообще может быть? Вообще как? Это по вашей части, Василий, все-таки голова работала Во многом физика, на мой взгляд Это связки Это фантастическая способность подобрать нужную частоту Ну да, для того, чтобы все молекулы стакана вошли в резонанс Ну да, удалось Еще раз аплодисменты, потому что правда Это было лихо и совершенно неожиданно Ольга Хочется сказать шикарный трюк, но это ведь не трюк, это потрясающе Я в шоке, потому что, ну как, обычно, действительно, ты представляешь себе Какого-то грозного мужчину, который бьет стаканы своим громогласным голосом А тут вот этот тончайший, да, голосок Удивительно, здорово Наталья, как вам? А, если честно, я не верила, что такое может быть Я думала... Я тоже Михаил, теперь мы знаем Вы, это тот человек, который может испугать Наталью По-моему, единственный человек Нет, честно Михаил Браво, здорово, вот Спасибо Я что-то представил, как к Мише во дворе подойдут хулиганы Чувак, это, прикурить не найдется Это наши супергерои, аплодисменты И это был последний участник на сегодня Это новый проект телеканала «Россия» Удивительные люди Сегодня мы увидели 8 участников И сейчас настало время пригласить в студию виновников торжества Встречайте, удивительные люди Впереди самая волнительная часть выпуска зрительского голосования Впереди самая волнительная часть выпуска зрительского голосования И прежде чем наши зрители приступят к голосованию Я предлагаю вспомнить самые яркие фрагменты сегодняшнего вечера Юная чемпионка Девочка с редкой мышечной памятью Даня Смансер Мы с Таней идем грабить банк Понятно, понятно, принято Преподаватель Человек-компьютер ГНН Курятова Белый, белый, черный Белый, черный, черный, белый, белый Молодец Человек с уникальным стереоскопическим зрением Евгений Дубин Это она? Ээээ... она Да Это просто невозможно Девушка, которая может узнать танец лишь по звуку шагов Ольга Ариничева Это Ча-Ча-Ча? Есть! Юный географ Мирослав Аскирка Перу, столица Лима Он правда гений, но вот честно Эти аплодисменты тебе Девушка-оркестр Дарья Казакова По одному музыканту Называйте эту четверку, которая не играла Бубен Я... я услышала, что не хватает бубна Человек-ищейка Александр Трифонов Прошу передать эту коробочку Наталье Наталья, прошу вас Это... мое Это действительно, это пояс Натальи Человек с невероятной силой голоса Михаил Мелин Скажите, это будет одна нота или... Одна нота Я хочу дать нашим зрителям в студии еще пару минут Чтобы они окончательно определились с выбором А пока хочу узнать мнение звездных гостей О сегодняшних участниках Прошу вас, Евгений Какая-то невероятная такая гордость За нашу страну Что такие уникальные люди В ней живут Это круто Это здорово И вы все Вот абсолютно все без исключения Произвели лично на меня Ну, невероятное впечатление Спасибо вам большое Научный взгляд на происходящее Василий Мне очень понравилось Здорово, что вокруг нас столько удивительных людей На самом деле, очень классно Так что многому из того, что мы видели Можно научиться и тоже стать удивительным человеком Согласен Спасибо Наталья Я хочу сказать большое спасибо, что пригласили И хочу сказать большое спасибо участникам Все участники, они позитивные От них идет позитив Спасибо Ольга Самым удивительным, конечно, оказалось то, что реально удивительные люди Они находятся от нас вот на уровне вытянутой руки Они среди нас И мы порой их не замечаем И самое интересное, что сами люди, обладая уникальными навыками Не знают, что они уникальны Я надеюсь, что посмотрев сегодняшний выпуск И дальнейшие выпуски программы «Удивительные люди» этого шоу Многие скажут А я вот умею что-то подобное И придут и покажут свои способности Спасибо большое нашим звездным гостям Напоминаю Звездные гости в нашем проекте не голосуют Но их мнение может сказаться на зрительском голосовании Которые мы начинаем прямо сейчас Я прошу зрителей в студии Взять в руки пульты На пультах есть 8 кнопок по числу участников Номер 1 Татьяна Сманцер Номер 2 ГН Курятова Номер 3 Евгений Дубин Номер 4 Ольга Ариничева Номер 5 Мирослав Аскирка Номер 6 Дарья Казакова Номер 7 Александр Трифонов Номер 8 Михаил Мелин Нажмите кнопку с номером вашего фаворита Я объявляю голосование Открытым Итак 3 2 1 Стоп Мы закрываем голосование Прямо сейчас мы узнаем Кого зрители в студии признали Самым удивительным человеком И кто продолжает борьбу за кубок проекта И миллион рублей на исполнение Своей мечты Покажите нам Результаты Дарья Казакова получает 8% зрительских голосов У Танис Мансер 17% зрительских голосов Ольга Ариничева 12% АПЛОДИСМЕНТЫ Мирослав Аскирко 14% АПЛОДИСМЕНТЫ ГАИНЕ КУРЯТОВА 13% АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Дубин 15% АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Трифонов 7% АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Мелин 14% АПЛОДИСМЕНТЫ Становится Татьяна Смансер АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же Это было прекрасное начало Большого пути В этой студии мы и впредь будем узнавать Имена супергероев Которые живут в нашей стране Рядом с каждым из нас Героев Которые своим примером доказывают Человек способен на все Смотрите на следующее воскресенье В то же время На телеканале Россия Удивительной вам Недели Субтитры создавал DimaTorzok